Здравствуйте! На этом уроке мы рассмотрим несколько задач на графике функций. Я не записывала условия, я его просто озвучу. Нас просят определить координаты каждой точки на графике. Ну что ж, приступим. Начнем по порядку. Первая точка – это А. Координаты точки А. Сначала определим абсциссу, координату х. Она показывает, на каком расстоянии слева или справа от начала координат находится точка. Посмотрим. Точка А расположена в 1, 2, 3, 4, 5, 6 делениях слева от 0. Следовательно, х в точке А равен минус 6. Записываем сюда – минус 6. Теперь найдем координату у. Она показывает, на сколько делений выше или ниже от начала координат находится точка. Вот так. Это 4. Значит, у равен 4. Координаты точки А, минус 6, 4. Теперь точка В. В имеет координаты. Абсцис, или х в этой точке, равен 7. Мы просто опускаем перпендикулярно ось х. А ордината, или у, равен 6. Следующая точка С. Х-координата равна минус 8. Точка находится в 8 делениях слева от начала координат, значит х равен минус 8. А у равен минус 2. Так как точка расположена на 2 деления ниже начала координат. Идем дальше. Точка D. Х-координата равна 4. Правильно, х равен 4. А у – это то, на сколько делений выше или ниже от начала координат находится точка, равен минус 7. И, наконец, точка Е. Х-координата равна 5. Точка лежит как раз на оси х. А координата у… Посмотрите, точка Е расположена не выше и не ниже начала координат. Она с ним на одном уровне. Значит, у в этом случае равен 0. Можно вот так вот провести прямую и показать, что у в этой точке равен 0. Вот мы и справились с заданием. Мы записали координаты всех точек на графике. Переходим к следующему заданию. Нас просят определить, представляют ли собой функцию следующие два соответствия. Основное в этом задании понять, что соответствие не является функцией, если одному значению аргумента, х, соответствуют два значения функции. Давайте я вам подробнее объясню на примере. Если, предположим, я запишу, что функция f равна 5, если х равен 1, и равна 6, если х равен 1. Это будет неправильно. Почему? Потому что если мы подставим сюда вместо х 1, то непонятно, какое значение функции в результате мы получим. Это может быть и 5, и 6. Следовательно, это выражение мы никак не можем назвать функцией. Это не функция. Значит, если одному значению аргумента, независимой переменной х, соответствует два и более значений функции, то такое отношение функции не будет. Теперь вернемся к заданию. Вариант А. Если х равен 1, то у равен 7. Если х равен 2, то у равен 7. Такое быть может. Двум значениям х может соответствовать одно значение у. Например, мы можем записать, что f равно 7, если х равен 1 или 2. И это будет функция. Двум абсолютно разным значениям х может соответствовать одно значение у. Но если же одному значению х соответствует два значения у, то такое отношение функции назвать уже нельзя, так как там мы не сможем сказать, чему равна функция от 1. Это может быть и 5, и 6, непонятно. А здесь же все ясно. f и f равно 7. Пока все в порядке. Идем дальше. Если мы подставим функцию 3, то получим 8. Подставим 4, также получим 8. Значит, функция равна 8, если х равен 3 или х равен 4. И, наконец, если х равен 5, то у равен 9. Функция равна 9, если х равен 5. Таким образом, мы с уверенностью можем сказать, что соответствие под буквой А представляет собой функцию. Этот ряд точек попадает под определение функции. Вы задаете мне значение х, а я говорю вам значение функции в любой из этих точек. В этом случае областью значений будут числа 7, 8 и 9. Значит, соответствие под буквой А на самом деле является функцией. Теперь вариант В. Итак, когда х равен 1, у равен 1. Далее, когда х равен 1, у равен минус 1. И мы уже можем сказать, что это не функция. Не совсем понятно, чему равно f от 1. Давайте это запишем. Функция равна 1, если х равен 1. И функция равна минус 1, если х равен 1. И если нам нужно найти значение f от 1, то вряд ли мы сможем это сделать. Это может быть как 1, так и минус 1. Непонятно, какую точку мы рассматриваем, эту или эту. Следовательно, это не функция. Соответствие под буквой В функции не является. Следующее задание. Нам нужно записать функцию для графика. Итак, f равно… Можно использовать и другое обозначение для функции. Это может быть g от х и h от х, но это не имеет значения. Обычно используют f . Посмотрим, что у нас есть на графике. Есть одна часть графика, когда х больше 0, и вторая часть, когда х меньше 0. Значит, мы рассматриваем два случая – х больше или равен 0, и когда х меньше 0. Как будет выглядеть уравнение этой части кривой? Когда х равен 0, у тоже равен 0. Когда х равен 2, у равен 1. Когда х равен 4, у равен 2. Неважно, чему равен х, у будет равен половине х. Правильно? Когда х равен 6, у равен 3. Значит, функция равна 1 вторая х, если х больше или равен 0. Теперь разберемся с ситуацией, когда х меньше 0. Когда х равен минус 2, у равен 1. Когда же х равен минус 4, у равен 2. В этом случае, похоже, функция равна минус 1 вторая х. Правильно? Минус 1 вторая х умножить на 4 равно 2. Значит, f равно минус 1 вторая х, если х меньше 0. Такое выражение может послужить ответом, но его можно и упростить. Итак, f равно… и вместо того, чтобы делить функцию на две части, когда х больше или равен 0, или меньше 0, давайте запишем модуль х, и этот модуль мы еще умножим на 1 вторую. С этой частью графика все понятно. Если х будет больше 0, то и у будет больше 0. А вот здесь, если мы возьмем отрицательное значение х, то получим и отрицательное значение у, а нам нужен у положительный. Именно поэтому в описании функции мы поставили модуль. Ведь модуль любого отрицательного числа равен положительному числу. Например, модуль минус 2 равен 2, а 2 умножить на 1 вторую равно 1. Любой из этих вариантов записи функции подходит к нашему графику. Переходим к следующему заданию. Используя метод вертикальной прямой… давайте это подчеркнем. Используя метод вертикальной прямой, определите, являются ли следующие соответствия функциями. Метод вертикальной прямой – это всего лишь визуальный, графический способ сделать то же самое, что мы сделали вот в этом задании. Соответствие является функцией только в том случае, если значению х соответствует одно-единственное значение у. Другими словами, это означает, что мы можем провести вертикальную прямую через любую точку, принадлежащую графику, и эта прямая пересечет график только один раз. Если, к примеру, х равен 3, то для этого значения есть только одно значение функции. Именно это и показывает вертикальная прямая. А если х равен 0, то на графике есть только одна точка, в которой х равен 0. Значит, можно сделать вывод, что это функция. Любая вертикальная прямая, проведенная через точку, принадлежащую графику, пересечет кривую график функции только один раз. Во втором случае, если мы проведем любую вертикальную прямую, то она пересечет график в двух точках. Эта прямая, которую я только что провела, говорит о том, что f может быть равно как… не могу точно назвать значение у в этой точке, допустим, что 1,9. f может быть равно как 1,9, так и минус 1,9. Следовательно, это не функция. f может быть равно как этому, так и этому значению. Непонятно, какое из них выбрать. Аналогично, когда х равен 0. Значение функции может быть равно как этому, так и этому значению. Можете продолжить в том же духе и провести вертикальные прямые через каждую точку графика. Опять-таки, если х равен 5, то функция может быть равна как этому, так и этому значению. Таким образом, это не является функцией. запишем, не является функцией, так как вертикальная прямая пересекает график в двух точках. А на этом все. До скорых встреч!